Пожалуй, самая актуальная тема на сегодня – профилактика гриппа. Как не заболеть, как распознать симптомы и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга. Именно об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «По существу». И у нас в гостях Евгения Гурьянова, начальник отдела Организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии. Евгения Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Свиной грипп продолжает шагать по России. И, судя по последним данным, опасный недуг уже лишил жизни 126 россиян. Сегодня СМИ пестрят заголовками и о смертельном случае в Чувашии. Расскажите, пожалуйста, почему так получилось, что за случай? В Чувашии зарегистрировано два смертельных случая от свиного гриппа. Они вызваны осложнениями и, можно сказать, что один случай вызван тем, что поздно обратился пациент. Это был житель не нашей республики, это был житель Санкт-Петербурга, приехавший к нам, который обратился за медицинской помощью только на 4-5 день после начала заболевания. Вообще, сколько человек в Чувашии болеют свиным гриппом и ОРВИ? С начала эпидемического сезона зарегистрировано 52 случая свиного гриппа. То есть это лабораторно подтвержденный вирус гриппа. А на последней неделе у нас заболеваемость подросла и было зарегистрировано более 9 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Помимо свиного гриппа чаще всего выявляются вирусы парагриппа, аденовирусы и выявлено один случай вируса гриппа В. А вообще закрываются ли школы на карантин? То есть нет такого массового заболевания? По состоянию на 29 января закрыто 5 школ. А кроме того, закрыто несколько классов отдельных и около 900 школьников не ходят в школу. Закрыто одно дошкольное учреждение и еще 4 группы. И число детишек, посещающих детские сады, около 200, которые сидят дома на карантине. А вот все-таки возвращаясь к свиному гриппу, чем опасен этот вирус? Как его распознать и вообще какие симптомы вируса H1N1? Вообще мы лабораторно обследуем пациентов. Любое ОРВИ, оно вызывается вирусом гриппа. Но вирусы, естественно, разные. Свиной грипп – это вирус АА, грипп А, модификация H1N1. И определяется возбудитель гриппа только при специальных анализах. То есть, когда мы видим тяжелые течения и заболевания, то направляем материалы от больного для того, чтобы определить, какой именно вирус. То есть, это может быть вирус H1N1, может быть парагрипп, может быть аденовирус. Особенностью свиного гриппа является то, что он очень повреждает лиц из групп риска. То есть, это маленькие дети, это лица старше 60 лет, это лица с сахарным диабетом, с другими метаболическими нарушениями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с заболеваниями легких. И характеризуется этот грипп тем, что очень быстро могут развиваться осложнения. Поэтому мы и говорим о том, что если вы заболели, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не ждите, когда ваше состояние станет лучше, не шутите с этим, а сразу обращайтесь за медицинской помощью. Вот как раз, да, что делать, если человек заболел гриппом, куда обращаться, как лечиться? Если уже заболел гриппом, то, конечно, нужно лечь в постель. Лечиться нужно как обычно, как всегда, мы лечились каждый год. Нужно лечь в постель, вызвать на дом врача или участкового, или неотложную помощь, или скорую помощь. И строго выполнять все указания, которые вам назначит врач. То есть, если он назначил вам какую-то противовирусную терапию, и нужно принимать лекарство 7 дней, надо 7 дней принимать это лекарство. А то очень часто наши пациенты почувствуют себя лучше и прекращают прием препаратов. Ни в коем случае такого нельзя делать. Во-вторых, никто не отменял народные средства. То есть, это теплое, обильное питье, это чай с лимоном, клюквенный морс, витамины. И еще раз повторюсь, ни в коем случае не надо ходить на работу. Не надо посещать людные места. Если в семье кто-то заболел гриппом, то здесь надо постараться выделить пациенту отдельную комнату. Сами, если общаетесь с пациентом, пожалуйста, одевайте маску. Причем маску тоже нужно одевать достаточно плотно, чтобы она прилегала к коже, чтобы как можно меньше был зазор между кожей и маской, для того, чтобы не проникали туда вирусы гриппа. Никто не отменял регулярные проветривания. То есть, 15-20 минут в этот момент или пациенту лучше выйти из комнаты, или нужно укрыть его одеялом для того, чтобы он не переохлаждался. Обработка комнаты дезинфицирующими средствами. Сам больной, когда чихает или кашляет, он должен стараться в одноразовую салфетку кашлять или чихать, и потом, по мере загрязнения, уничтожать эти салфетки. Может ли человек вторично подхватить свиной грипп? Ну, вот вообще грипп. Были ли такие случаи в Чуваше? Или он один раз заболел в этом году и больше не будет? Нет. Человек второй раз заболеть одним и тем же штаммом не может. У него вырабатывается иммунитет. Ни в коем мере такого никогда не может произойти. Давайте немножко поговорим о мерах профилактики. Что нужно делать и не потны ли вот сейчас, например, делать прививку от гриппа? Или как обезопасить себя? Меры профилактики от гриппа делятся на три больших направления. Первое – это специфическая профилактика. Это вот как раз вакцина профилактика, о которой вы говорили. Второе – это не специфическая профилактика с помощью средств, которые помогают вырабатывать в организме интерферон. Тот же самый КГЦЛ, например. Интерферон, который мы раньше капали в носик детям. И, кстати, это было очень действенное средство. И третье – это не специфическая профилактика. Ну вот о первой профилактике, о специфической профилактике, вакцины профилактики сейчас уже говорить несколько поздно. Потому что для того, чтобы сформировался иммунитет, необходимо 2-3 недели после прививки. Поэтому прививки всегда проводятся до эпидемического сезона, для того, чтобы люди во всеоружии могли встретить наступление инфекции. Более того, в этом году очень хорошо то, что штамм, который находился в прививке, совпал со штаммом того гриппа, который сейчас заражает основную массу людей. Вторая мера профилактики – это не специфическая, как я уже повторилась. Это, во-первых, прием препаратов, которые являются природными иммуномодуляторами. И третья большая группа мер профилактики, не специфическая, она срабатывает тогда, когда мы знаем и помним с вами о путях передачи вируса гриппа. А путь передачи основной – воздушно-капельный. То есть входные ворота инфекции – это слизистая носа, кожа. Поэтому первым делом, когда мы выходим из дома, мы должны перед выходом из дома смазать чем-то слизистую носа. Можно простым вазелином. И в таком случае вирусы, когда попадают на слизистую оболочку, они погибают и не успевают попадать в кровь, тем самым заражать человек, не происходит заражение. В основном, конечно, заражение происходит в местах скопления людей, в общественном транспорте. Поэтому даже рекомендуется, когда вы едете в общественном транспорте, иметь платочек, смоченный пихтовым маслом, например, или жевать корочку апельсина, лимона или гвоздику. Тем самым вы, так сказать, отпугиваете от себя возбудителей гриппа. Есть на работе, если есть кто-то рядом, кто заболел, пожалуйста, тоже одевайте маску для того, чтобы защититься от вирусов, которые выделяет этот человек. А выделение вирусов происходит как раз первые четыре дня массово. Но потом, до самого конца болезни, человек все равно является источником вируса. Поэтому, мягко можно такому человеку сказать, что дорогой, или с юмором, или как-то мягко, о том, что болеть лучше дома. Следующая мера профилактики – это наши растительные препараты – лук, чеснок, которые вы можете нарезать на тарелочку. И они источают фитонциды, которые являются антимикробными препаратами. Ну что ж, Евгения Аркадьевна, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, сегодня мы общались с начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чуваши Евгении Гурьяновой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»